На выставке представлены подлинники и копии уникальных документов. Например, среди них письмо Сергея Королева, главного конструктора, о работе завода «Прогресс», а также о создании лунной ракеты «Н-1». Сверхтяжелая ракета должна была использоваться для советских экспедиций на Луну. Долгое время лунная программа была засекречена. Ее раскрыли лишь в 80-х годах прошлого века. На выставке от ветряных мельниц до космических кораблей представлены документы, которые отражают промышленное развитие губернии, начиная со второй половины XIX и практически до конца XX века. В экспозицию вошли документы и фотографии из трех архивов – Самарского областного государственного архива социально-политической истории, Центрального государственного архива Самарской области и Российского государственного архива в Самаре. Организаторы готовились к выставке более полугода. «Подготовка плана, сбор материалов со всех архивов, их систематизация и финальный этап. Выставка создавалась в макетированном виде. Показать вообще весь масштаб, то есть от небольших мельниц, от небольших предприятий самарских купцов до революции, до промышленных гигантов, известных, которые были известны на весь Советский Союз, поставлять свою продукцию, в том числе и за рубеж, и сейчас остаются крупнейшими, так сказать, локомотивами промышленности нашей регионы». Особое место в экспозиции отведено документам, посвященным работе предприятий в годы Великой Отечественной войны, а также послевоенному промышленному развитию Куйбышевской области, строительству Ворской ГЭС, металлургического завода, автоваза, нефтехимических предприятий. «Очень мне понравился стенд, где показаны молодые помощники фронту, слесари, сборщики всех заводов, которые были организованы после эвакуации из Москвы на Безымянке. Очень здорово показан их труд, который четко определил победу». Ознакомиться с уникальными архивными документами может любой желающий. Выставка будет работать до начала марта. Елена Малютина, Максим Гусев, События.